всех приветствую мои родные любимые сердцем дорогие веганы христолюбчики и все кто попал на это видео сегодня 31 12 2020 года последний день и просто 2020 года но кстати уходящего десятилетия у меня пол четвертого вечера я новый год принципе не праздную но и хотел записать последнюю проповедь в этом году и закончить мне хотелось бы вот этой проповедью уходящий год рассказать о библии как бы это опять банально не звучало у меня достаточно много проповеди но хочется мне один стих из библии внести ходить одно высказывание обсудить которые очень часто конечно же мне забрасывали в личку тыкали в комментариях эти места из библии на книги не один конечно там стих там несколько стихов якобы это доказывает то что бог тоже известную такую фразу как хотите называть ее мем или я не знаю как правильно назвать даже это что якобы бог хранит свое слово а под словом божьим подразумевает бумажную библию причем православные в синодальном интерпретации последних веков там католики свою там библию протестанты свою там свои переводы так бог хранит чье слово вообще почему он хранит слово свое а слова его есть истина но нигде не сказано что он хранит библию библия переводится как библиотека отнесло боже тоже очень важно всегда понимать понять изначально раз навсегда в своей жизни и потом с этим мировоззрением смотреть светлый путь следования небесное царство какая же эта фраза сколько и знаете особенно мне пишут особенно меня до веселят в кавычках удивляют люди в библии где-то написано и вот приводит это место я его спрашиваю слушала ты цитируешь ты понятия не имеешь где это написано я же уже я по твоему сообщению вижу где-то написано я не помню где где-то написано что всякий кто приложит уложит сейчас мы конечно с вами дословно все это прочитаем все об этом слышите помнили я уже по такому вот знаете когда меня вот такие вот учителя начинают учить почему я говорю не просто человек спрашивает советует показать даже слушая я вот слышал там где-то такое написано ты что скажешь хотя бы когда так формулирует вопрос да я человеку с удовольствием могу ответить вот теперь после записи этого видео можно будет поделиться этим роликом конечно же на это конкретное место я так как я записал всю библию целиком с комментариями на канале христолюк чтение библии на их писание но я конечно же не мог знаете каждый вопрос сказать я даже сам уже потом иногда не помню я могу поделиться ссылкой ролика где я это место зачитывал комментировал но я не могу вспомнить точно ли я все там сказал как вот сейчас как не поставил какая сейчас постановка вопроса допустим этого прошающего отвечу ли этим видео на этот ролик вот поэтому все равно знаете надо либо до бесконечности ее перечитать там перезаписывать но опять же ты даже сам зачитывая те может даже не прийти как у что у человека у какого-то возник подобный вопрос при чтении этого и поэтому в принципе вот это чтение отдельные ролики они тоже важны да на проповеди вот сегодня мы с вами разберем место и о нем конкретное место из библии и о нем поговорим и как вы думаете когда какая фраза давайте я сначала изучить зачитаю я также свидетельствую всякому слушающим слова пророчества книги это если кто приложит что к ним на того наложит бог язвы о которых написано в книге это если кто отнимет что от слов книги пророчество этого у того отнимет бог участие в книге жизни и в святом городе и в том что написано в книге этой свидетельствующие это говорит гряду скоро аминь кто угадает откуда Вот это, так как я делюсь с вами, конечно же, текстами, прямо на экране все. Это Откровение Иоанна. Ну, так называемый в народе апокалипсис. А какое это место? Ну, опять же, так как у меня, благодаря некоему Олегу, хороший теперь такой удобный сайт, вы даже видите выделенную, это последняя глава книги Откровения. И более того, если я вам пролесну совсем до конца, вы увидите, что это все абзац, как говорится. Это последние стихи, последние главы, последние книги Библии. Во-первых, это можно было бы запомнить, заметьте, какая сильная ассоциация, да? Последние стихи, последние главы, последние книги Библии. Потому что, в принципе, это единственное место, знаете, очень часто, кто хочет какую-то истину, мысль, мировоззрение свое подтвердить или показать на основании каких-то текстов событий из Библии, из Писания Библии, да? Он может набрать достаточно большой материал, а бывает, что очень большой, да? Можно на какие-то темы, там, поста, молитвы, что-то такое. Вы знаете, по поводу вот подобного вещи, вы сами можете, ну, вы поняли, о чем речь, да? То есть, кто, о чем говорится в книге Откровения, якобы словами Бога, о том, что если кто-то что-то к этой книге припишет, или наоборот, при переписке там, при переводе, при перепечатывании что-то уберет, на того Бог наложит язвы, болячки, которые были описаны в этой книге, там, когда будут, кто, конечно, книгу читал, тот поймет, о том, о чем я говорю, то есть, когда там будут казни, так называемые, да? Вот, и наоборот, да, и все, вот все это произойдет. Где такое подобное есть еще в Библии? Нигде, я вам сразу отвечу. Как знающие тексты, близко и хорошо знающие библейские тексты, более того, мое свидетельство моих слов, я говорю, у меня на ютубе, на канале Библии и на Иписании, где я все это явил. Вот это место из Писания. Вы знаете, к нему нельзя просто, конечно, я говорю, и вы знаете, от меня вы слышали много раз фразу о том, что Библию религиозники, православные, католики, протестанты, превратили, у меня почему-то этот образ давно в голове стоит, я всегда его озвучиваю, вот такой лотерейный барабан, знаете, у меня почему-то ассоциация с детства, с кем-то, спорт лото или еще что-то, где вот крутят, что-то достают оттуда, вот прочитают и все. Слово Божье. Во-первых, на Библии не написано Слово Божье, на ней написана библиотека, сборник определенных писаний. Очень разных, очень разных, порой противоречивых. Кто их считает каноническими, даже в этом, у всех разные корпусы этой Библии. Разные секты по-разному считают какие-то книги каноническими, неканоническими, какие-то апокрифическими, какими-то достойными для чтения в церкви или для домашнего чтения, какими-то нет. Оказывается, это не какой-то нерушимый авторитет. И сейчас мы с вами глубоко разберем эту фразу, уж раз и навсегда. На самом деле, если ты к Библии подходишь и хоть топором по ней бьешь, у тебя не отваливаются руки. Ты можешь брать, черкать ее, ты можешь сжечь ее, и ты не сгоришь тут же. Ты можешь спокойно взять сейчас книгу Откровения и черкать в ней все, что ты захочешь. Черкать или писать дополнительно. И никакие язвы у тебя тут же не появятся. Можете проверить это. Мы сейчас более подробно разберем о том, о чем здесь говорится. Вот есть подобное место в Библии? Нет. Основной посыл, конечно, вопрос сегодняшнего ролика, которую мы будем разбирать, Библия, она хранима Богом? Можно к ней прикасаться и что-то изменять в ней или нет? В частности, это же бумага, тексты. Можно менять или нет? Ну, заранее вам отвечу, что да. Можно. И Бог ничего за это не делает. Мы давайте с вами от начала разберем. Это последние стихи, последние главы, последние книги Библии. Давайте начнем сначала. С самых первых писаний. Неизвестно как. Я много раз об этом говорил. Вот мне это слышали. Если захотите, вы во всем в этом можете сами разобраться. Что такое Библия? Откуда она взялась? Кто собирал эти книги? Кто был вообще свидетелем этих событий? Как они передавались? Кто знал, как Бог творил мироздание? Кто это записал? Как это прошло через потоп? Кто? Но это хранил. А кто писал это? А кто переписывал? А кто переводил это? И кто это перетолковывал? Ибо все прекрасно, кто занимался лингвистикой, знают, что любой перевод – это толкование. Любой абсолютно перевод. С любого на любой язык – это уже толкование. Более того, разные переводчики вам переведут по-разному. Это живой пример, что это разное чтение, разное толкование. Так кто написал, давайте как Библия делится, грубо на две группы. Ветхого и Нового Завета, Писание. До Рождества Христового, события, которые там описаны, и после. Кто их написал? Кто написал книгу Бытие? Ну, про Моисея можете забыть. Это глупость религиозников. Нигде ни Моисея, вообще ни в Писании даже об этом не говорится. По какой-то просто абсурдной глупости, как всегда, а может быть специальной дурости, а может быть специальным, не дурости, а от большого ума дьявольского. Называют там пяти книжа Моисея. Первая книга Бытие никакого отношения к Моисею вообще не имеет. Вообще ноль. Никакого. Ничего. Даже к слову Моисея она никак не прилипает. Кто ее написал? Почему в первой книге нет подобного? Почему это не является печатью для каждой книги Библии? Почему она не спала с небес действительно в самом начале? Почему это обычные человеческие писания? Кто интересовался, как они писались, как собирались, что такое современная псалтырь, возьмите. Из чего ее собрали? Кто собирал? Как собирал? Через сколько лет? Почему по велению? Поинтересуйтесь этими вопросами. В жизни называется это библеистика. Есть такая наука так называемая. Поинтересуйтесь. Столк для себя интересного откроете. Хорошо. Даже в современных писаниях. Вот мы сейчас открываем Библию. Почему нет печати этой на обложке такого рода? Это же печать. Словесная такая печать. Почему ее нет? В предисловии, в послесловии. Почему ее нет под каждой книгой? Даже пусть якобы на тех оригиналах, якобы каких-то древних рукописей, хотя у нас нет никаких древних рукописей, современной тем более книги бытия. Она собрана неизвестно кем, искусуюсь, когда у нас вообще дошли эти события на половину фольклорного уровня. Я христианин. Я почитаю Библию от слова почитаю. Я ее читаю, в отличие от некоторых, которые просто почитают и бьются лбом об нее головой. В нее лбом своей головы, да, и ничего ни разу в ней не читая, как это во многих сектах происходит. Я ее почитаю, я ее читаю, я ее изучаю, я ее исследую. И все, что доброе, хорошее, я принимаю и складываю в своем сердце и реализую в своей жизни. А все, что доброе, я выкидываю на помойку. Все, что злое, выкидываю на помойку. Одно из немногих мест. Почему все остальные книги Ветхого Завета не обладают такой печатью? Мы, конечно, я, чтобы ролик хоть как-то сократить, у меня и так вечно часовые ролики. Это я так, общую мысль даю. Ну, закончим на книге Даниила. Вспомните, как книгу Даниила, действительно, так как у нее есть прямые пророчества о последних временах, достаточно образные и которые являются таким кратким-кратким содержанием. Вот как раз в книге Откровения, будущей, когда-то кем-то тоже написаны. Но даже там Бог как бы говорит Даниилу, да, напиши, во-первых, пишет человек, не Бог. Он ему не посылает ее с небес, а пишет и обычный человек, Даниил. Пишет свои сны, то, что он видел на его, вы помните, все события, которые с ним происходили. И говорит, напиши и запечатай это, ибо это никому не нужно, а нужно будет только при последних временах. Но опять же, он ее запечатает в плане запечатать, что пока никому это не нужно, это все равно бесполезная информация до своего времени. Но он не говорит ему о том, что если кто-то потом распечатает твою книгу, и когда она уже будет актуальна, что вот подобную фразу, что тот, кто что-то к ней приложит, или, наоборот, отнимет, вот с тем будет там что-то происходить. Нет там такого? Нет. Давайте Новый Завет. Господь наш и Бог Иисус Христос. Бог является во плоти. Своей жизнью благовествует людям, давая пример святой жизни и пути, узкого и тернистого пути в небесное царство. Пишет что-нибудь сам Господь. Сам Господь Бог, не просто книга сваливается с небес, слово, слово, Бог, слово, логос, мысль, слово, и это воплощенное слово, ибо мы его образ и подобие, Бог есть человек, на самом деле человек, как Бог. И Бог сходит с небес на землю, и не просто словом, отделом, но и словом, учит людей, как я уже и сказал, повторюсь, узкому и тернистому пути святой жизни в любви к Его же творению. Пишет Иисус хоть одно слово где-нибудь? Нет. Казалось бы, казалось бы, кто должен был написать Бог, сошедший в плоти, ни единого слова? Позволяет Он своим ученикам писать? Нет. Хоть в Евангелии и не видно, что Иисус как бы запрещает за собой писать, там что-то стигнографировать, очевидно, по Евангелию, что вы думаете, ни у кого не возникала мысль его цитаты там записывать, мысли, да, конечно, возникало. Очевидно, как будто под текстом чувствуется, что был даже какой-то запрет Иисуса делать это, да, по крайней мере, в его, так скажем, ведении. Это прям чувствуется, иначе было бы обратное написано. Мы его увидим, все прекрасно знают, один момент там на песке что-то он там рисовал. Ну, явно ничего не писал, так пальцем водил. Что он там изображал, конечно, там сейчас куча байк, преданий вкладывают, что там Иисус писал. Водил пальцем по песку. Ну и что, когда к нему женщину привели взятую при любви к деянии. Понятно, что он там не Евангелие писал. Он давал задание или заповедь ученикам после его смерти, воскрешения, вознесения, записать евангельскую историю? Нет, мы нигде этого указания. Мы в Евангелии, заметьте, этого не видим. Кто пишет Евангелие? Прямые ученики Иисуса, оказывается, даже нет. Двое из четырех Евангелий написано непрямыми участниками тех событий. Как сам Лука, Лука, который пишет одно из Евангелий, признается, что он пишет его, не будучи свидетелем и очевидцем тех событий, но по тщательному исследованию от тех, кто был явными свидетелями, очевидцем тех событий. Но вы знаете, что такое свидетельство и очевидцы? Кто знает, кто не знает, рекомендую изучить практику судебной экспертизы, как проводятся следственные эксперименты и очные ставки. Сейчас в интернете можно найти все. Это реальная информация. Я не говорю вам изучать какие-то сказки или смотреть художественные фильмы. Реально документальные либо съемки экспериментов, лекции, которые преподают соответствующим людям, соответствующих профессий. Вы узнаете из этих экспериментов, что, когда собирают 20 человек, показывают им одно и то же событие, и 20 человек потом пытаются, с 20 человек берут как бы показания, чтобы они описали эти события, такое огородит, что и двое из 20 не находятся сходными. Все рассказывают абсолютно разные вещи. Что мы с вами, как христиане, имеем в 2000-м, в 2020-м году? Четыре Евангелия. Неизвестно кем написано, неизвестно как. Когда? Разве евангелисты написали вот такое, что написано в книге Откровений? Уж казалось бы, на какой книге действительно, можно сказать, достойно и заслуженно и по праву важности имеет место быть вот такая вот грозная печать проклятия. Что если кто к Евангелию, что приложит и любит. А почему сам Иисус, я еще раз вернусь к этой мысли, почему сам Иисус не пишет подобного? Почему сам Иисус не пишет Евангелие о своей жизни и своем учении и не накладывает эту печень? Вот вы на меня сейчас смотрите, задайте себе вопросом, почему. Попробуйте ответить на него безхристолюбца. Есть у вас ответ? У меня есть. Я вам его, конечно же, в этом ролике дам. Но вы подумайте сами. Почему мы не хотим думать? Мы все время жалуемся, что у нас плохие пастыри, куда-то нас ведут не туда. А мы сами много хотим думать. Нет. Или хотим найти ответы, если уж сами не нашли ответ на этот вопрос. Мы быстренько себе найдем место, тепленькое, и успокоимся. Настоящий святой человек, знаете, чем отличается от грешника или от псевдосправедников? Тем, что он места себе не найдет, пока не найдет ответы на все свои вопросы жизни. Хорошо, Иисус этого не делает, всем это известно. Ученики Его не делают подобные вещи. Кто что пишет, нам неизвестно. Заканчиваем новозаветными писаниями о книге Откровения. Вы пытались узнать вообще, откуда эта книга, что она, как она появилась? Хотя бы через ту официальную церковную историю какой-нибудь секты православной, католической, протестантской. Что это за книга? Как она появилась? Когда она стала канонической? Странно, что такая великая книга с таким... Я сам люблю эту книгу, а то кто не подумает, да? Я сам верю в то, что там правды очень много. Но вы пытались, при том условии, замените, что я говорю, вы пытались узнать, откуда это все. Я вам кратенько скажу. Дальше вы можете сами в источники в любые обратиться. Я даже не даю никаких ссылок, потому что вы можете обратиться в любой источник и узнаете приблизительно одну и ту же мысль. Несмотря на то, что ты априори, в аксиому себе полагаешь в сердце, что ну как бы я отношусь, как будто сейчас я узнаю правду от этих сект. Правду знает один Бог. В этих сектах лжи больше, чем правды. Но, допустим, даже через них оказывается книга Откровения. Никто не знает никогда, ни откуда она появилась. Никто ее настоящий автор. Когда вы слышите вообще вот эти бредни по поводу того, что это книга Откровения Иоанна Богослова. Какого Богослова? Где хоть в одном месте написано, что это Иоанн Богослов, что это любимый ученик Иисуса Христа? Где об этом написано? Некоего Иоанна. Иоанн, если вам неведомо, одно из самых распространенных еврейских имен. наравне с Иеша, Кифа, ну, со всеми двенадцатими именами израильскими сынов Израиля, вы знаете, да? Из женских имен, таких как Мария или Совета. Где там написано? Любой нормальный человек, хоть раз в жизни, читав Евангелие Иоанна и его послание, поймет, что это абсолютно не его язык. Кто еще поглубже вникнет в библиистику и почитает мудрых мужей любой секты, даже там нормальный, у кого просто они пытаются, они может и принадлежать какой-то секты, но все-таки они как люди науки, так называемой, пусть даже библистика, они понимают, что они должны быть честны и открыты. И они пишут спокойно, что да, а где? И там такие же два лагеря в библиистике. Одни считают, что ну, можно это Иоанну Богослову приписать, другие говорят, что ни в коем случае никак не пришивается рукав к этой безрукавке. Да, это не он. Откуда книга эта взялась? Почему эту книгу якобы, якобы, вносят в канон, якобы ее вообще одобряют для церкви? Там разная информация. Ну, как минимум, я так, большие самые границы возьму. Четвертый-шестой век нашей эры. Вы знаете, мы так легко кидаемся такими цифрами, как 100 лет, 200, 300, 500, 1000, 2000 лет. Когда вам хочется ощутить на себе глубину и максимальность этих цифр, подумайте, что такое 2000 лет в то время, когда мы сейчас живем, после Рождества Христова. А подумайте, что будет через 2000 лет в 4000 году. Вы скажете, о, там христианства давно не будет. Вот и я вам про то. Когда мы так относимся, пять веков прошло после Рождества Христова. Как вы думаете, как жил мир в 1500 году? Для нас, кажется, это вообще 500 лет. И даже подумайте, что будет в 2500 году. Особенно, кто меня слушает, религиозники и фанатики завтрашнего второго пришествия Иисуса Христа, который у них уже завтра, уже тысячу раз был и никак не приходит, но они все равно кормятся этими тошнотными завтраками о том, что он завтра придет. Они говорят, все, все, уже Антихрист, хотя у них непонятно, как приходит Христос без прихода Антихриста. Без царства Антихриста, воцарения. Да, но они уже Христа ждут. Еще царство Антихриста не настало, его воцарение, коронация и распад этого царства. Но они уже ждут со дня на день Христа, точнее, они уже много раз ждали и ждут дальше, потому что что-то циферки не сбываются их. Вот этим людям вообще, когда мне кажется, в голове представить 2500 год, а 4000 год по Рождеству Христову, мне кажется, у вас должно что-то в голове хоть шевельнуться, что такое 500 лет, что такое 2000 лет. И вот эта книга, неизвестно кем написанная, единственная книга, в которой стоит такая печать. Более того, ее включая в якобы бумажный канон, так назовем его, в середине первого тысячелетия по Рождеству Христову, она запрещена читаться в церкви. Зачем книга, которая не читается в церкви? Зачем книга в церкви, которая не читается в церкви? Спросить православные своих пастырей. Что за глупость? А где мне еще читать, как ни среди братьев, ни среди вот тебя, вот ты вожак? Стоишь пастырь якобы, там поп на омвоне. Так ты должен читать ее. Мы должны читать, мы должны разбирать, задавать вопросы. Книга, не читаемая в церкви. А где она должна читать? Потому что у вас не церковь, а секта, ОПГ, организованная преступная группировка. Наверху которой совсем там безбожники сидят. А внизу так челядь, которая, как у масонов, на первом уровне под благими делами творят, на самом деле, плетут дьявольские сети или сети для своих господ, которыми они улавливают, бедные несчастные души, для ада, а не для небесного царства. Что же это за книга такая? Кто ее написал? Почему он ставит такие печати? Ему откровение? А ученикам Иисуса не было от Иисуса такого откровения. Значит, этому человеку неизвестно, когда, может быть, была ли она написана сразу и через 500 лет ее только одобрила там православная секта, ортодоксальная секта Византии, ставшая уже государственной веткой. Когда она была написана, никто не знает. Как это откровение Иоанну давал Иисус, а что же Иисус не сказал своим ученикам написать Евангелие и запечатать? Разве у Павла не было откровений, которыми он делился в своих посланиях о тех же самых вот этих последних временах? У него прям все сходится о том, что да, не все из нас умрут, но все изменятся и будем встречать своего Господа на воздухе. Разве Павел об этом не писал? А что же он не клеймил свои послания вот такой вот печатью? Это раз. Второе. Я всегда говорю, очень легко понять, могли ли это приписать. А как это сделать? А попробуйте прочитать без этого. Можно прочитать? Легко. И дух и невеста говорят, приди. И слышавший да скажет, приди. Свидетельствующий это говорит, да гряду скоро, аминь. Да гряди, Господи Иисусе Христе. Благодать, Господь наш, Иисус Христа, со всеми вами, аминь. Можно прочитать без этого клейма проклятия? Можно. Легко читается. Книга заканчивается словами Бога, Иисуса Христа, о том, что Он во второй раз обязательно придет на эту землю, во плоти. Можно обойтись без этого? Легко. Если ее можно легко убрать, ничего не потеряв, она же не как-то вкреплена в какую-то, такую, что невозможно выдернуть. И я также свидетельствую. То есть, это как дополнение. Можно его убрать, а можно оставить. Вы знаете, насколько мы ошибемся, если мы в свое сердце примем мировоззрение, что вот эти вот Библии, которые во всех сектах существуют, их Бог бережет, якобы, две тысячи лет, там, а то и получается, сколько Бог их бережет. От начала творения. Все, что, значит, в нее попало, там, о творении мира. Это все Бог написал. Бог хорошо не писал, такой даже религиозники не говорят, но хорошо, он ее бережет. Каким образом? Как он ее бережет? Ее пишут люди, переписывают люди, переводят люди и перетолковывают люди. Если вы читали хоть когда-нибудь разные переводы, причем с древних рукописей, у них даже рукописи одни, не то, что они там откуда-то с древности разные переводы, они современные, с одних и тех же древних рукописей. Полным-полно мест в Евангелии даже. Здесь я их не буду говорить, кто хочет, обратитесь на мой канал Христа любви, блины и писания. Второй круг, кстати, Евангелия, я читаю специально в двух переводах, в Синодальном и в Новом Русском. Полно мест, где прямо противоположный перевод. Я даже сейчас для затравочки не буду вам ничего говорить. Пожалуйста, кому интересно, кто знает эти места, прямо противоположный перевод. Не то, что там в одном даже есть что-то, в другом упущено, они говорят, не знаем, откуда у этих взято, потому что доказательств древних, так называемых, древних. Все рукописи идут очень странно от третьего века, почему-то, когда христианство, хотя оно уже за три века исказилось, стало вдруг чем имперской веткой по соблюдению человеческих душ. Именно тогда христианство окончательно официально умерло. Но даже эти рукописи просто переводят разные переводы, это разные институты, это разные группы людей. Это уникальные, так назовем, конечно, в человеческом понятии команды собираются люди разных профессий, разных уровней, переводчики, ученые в этих областях знаний, и переводят. И у них они по-разному переводят это место. Значит, они толкуют, как хотите, или переводят. Они говорят, нет, здесь вот этот смысл, а эти говорят, нет другой. Кто вот это написал? Можно это убрать? Можно, легко. предположим, что это правда. Некий Ан, которым было это откровение. Я его исповедую, я его читаю, я вижу, что это правда. Во многом, но я не могу сказать, есть ли тут приписки или нет. Теперь объясняю, почему. По поводу вообще Библии, в каком состоянии дошла. Во-первых, я хочу разобрать еще одну очень кардинальную ошибку при чтении даже этого места. Предположим, что это правда. Это такая, это и проста, и в то же время, вот, к сожалению, печальная ошибка вот этого причинно-следственной связи. Давайте еще раз прочитаем, что здесь написано. Без вырываний из контекста, читаем с вами, я вам даже сверху затронул, показал внизу, вы видите, уже все закончилось. Это не вырванность, мы все берем целиком. И еще раз читаем. И я также свидетельствую всякому слышавшему слово пророчества книги сей. Если кто приложит, что к ним, на что я хочу обратить внимание, не захочет приложить, а уже приложит, кто приложит, что к ним, на того наложит Бог язва, которых написано в книге этой. Если кто отнимет, не захочет отнять, а уже отнимет. То есть, человек этот будет, будет воспитываемый от Господа, но после своего злодеяния. От слов в книге про рождества «У того Бог отнимет участие в книге жизни и в святом городе, и в том, что написано в книге этой». Все. Здесь разве написано? Давайте теперь я вам прочитаю, что я хочу такую мысль до вас донести. Еще раз слушайте меня внимательно. Читаю неправильно, как неправильно читают те, кто неправильно этот стих толкует и пытаются подтвердить мысль о том, что Бог якобы бережет свое слово. Как они читают, теперь я вам озвучиваю вслух, чего здесь не написано. Если кто захочет приложить что к этой книге, то Бог наложит язвы на этого человека, а точнее, может быть, даже убьет его и не позволит исказить это пророчество этой книги. разве здесь это написано? Нет. Нет, нет и еще раз нет. Этого не написано здесь. Вдумайтесь, как мы читаем, насколько это важно. Это очень важно, потому что вот именно так нам псевдопастыри подсовывают всю вот эту тошнотину. мысль о том, что Бог якобы бережет какое-то свое слово под названием Библия, каких-то там сект, это неправда. И это место, даже из той же самой Библии, которую они якобы читают, изучают, передают своим адептам, проповедуют другим людям, даже в этой не это написано. Это извращение вообще тех, с кем вы может быть общаетесь, пастырей которых или проповедников вы слушаете. Здесь не написано вот это. И это не может являться доказательством того, что Бог бережет свое слово и не позволяет его искажать. Люди сами писали все эти писания. Они сами их переписывали, сами переводят, сами перетолковывают. И они имеют полное право, так скажем, физическое. Бог, ибо есть любовь, свобода и бессмертие, позволяет людям вытворять все, что он хочет. Он по делам их воспитывает. Бог наперед никогда наказывает слово неправильно. Вы знаете, я как знающий, что Бог есть абсолютная любовь, и всем это проповедующий. Бог, конечно, не наказывает человека, как тиран. Бог воспитывает человек, ибо хочет, чтобы каждый грешник покаялся и стал святым Богом. И Бог воспитывает, учит, хотите, человека. Поэтому Бог научит любого. это действительно так. Разными методами и хорошими. Не поймет по-хорошему, объяснит по-плохому. Но здесь написано, что кто уже приложит. Это как раз место Писания говорит о том, вы удивитесь, да, к концовке этого ролика, что Писание может изменять человек. это предупреждение. Но это не судьба. Это предупреждение. И еще. Это предупреждение, вы знаете, когда религиозник читает, ему-то страшно. Он верит, он благоговеет перед Писанием. Да они пылинки, конечно, даже с бумажной Библией сдувают. Но подделывать ее будут, искажать, прибавлять и убавлять не благоговейные верующие, а демоны во плоти. Посмотрите на псевдо-секты, на псевдо-христианские секты, православие, католицизм, протестантинство. Посмотрите на их действительно, хоть я понимаю, что эти люди в заблуждении, но они хотя бы стремятся к какой-то, они сами все открытые такие, так скажем, за правду матку борются. Они прекрасно понимают, что там наверху в ихних сектах папы, патриархи, все эти архиереи, кардиналы, пастыря в протестантских сектах. Это все бесы, верующие бесы. Эти люди столько беззаконно творят в своей жизни публично и тайно, что они понимают, что они к Евангелию Иисусу Христа никакого отношения не имеют, что этими сектами правят это менеджеры. Они давно служат дьяволу, они давно приняли, пали, поклонились ему и дьявол дал им все, славу, власть и деньги. Это не наместники Иисуса Христа на земле, это наместники дьявола, это его дети. Для них изменять Библию ничего не стоит. Для них это закон дьявольской чести. Именно они этим и занимаются. Именно они и искажали истину бумажную, которую сейчас мы видим под названием Библия 2000 лет, а со времен вот именно начала, сколько там человечества живет, 7000 лет, если возьмем весь Ветхий Завет, пусть такие цифры фигурируют в истории человечества, это именно они занимаются. И они этого не боятся. Они поклоняются своему отцу, дьяволу, исполняют его похоти, а тот хочет, чтобы нам истина была замылена, изрезана. Все вставки в Библии, где из Иисуса делают убийцу трупажора, или еще кого-нибудь, негодяя какого угодно, это все происки дьявола и его детей. И это даже место свидетельствует именно об этом. Я надеюсь, что это перевернуло ваше сознание, и то место, которое вы не раз слышали, как приводит как аргумент доказательства того, что Бог хранит свое слово, оказывается опять просто зомбированным. И даже фейком не назовешь. это какая-то зомбированная блевотина в красивой обертке, понимаете. Когда вы сюда вчитываетесь, это же не Кузнецов вам проповедует, не христолюк, веган. Вы посмотрите, что написано. Кто наложит. Потому что ее Бог понимает, что перепис... Это только для тех, кто имеет страх Божий настоящий. Страх исказить истину, страх исказить любовь. Но этим будут заниматься не эти люди, конечно же. И им все это ничего не сделает. Разве Иисус не всем говорил? Разве Иисус не иудеям проповедовал про Царство Божие? Они приняли его? Нет. Хотя они казались бы и были церковью, были святым народом Бога, а они Бога распяли и убили. Как вы думаете, искажение Иисуса распинали хоть один умер человек, тот, кто вбивал ему гвозди в руки, бичевал. Нет. Бог есть абсолютная любовь, и Он нам это явил. Это лишь угрозы, угрозы доброго родителя, который говорит, что ты будешь страдать. Конечно же, Бог будет воспитывать. Иисус сам плакал, Иисус сам им пророчествовал то же самое, Он их не проклинал, Он им говорил правду, что вы все пожнете, что вы сеяли. Да прольется на вас вся кровь праведная от Авеля до Захарии, Иисус не проклинал их, Иисус им говорил правду, что вы будьте. Каждый человек пожинает то, что он сеет, он их предупреждал. Он перед своим арестом на ослике едет в Иерусалим и плачет, скорбя о том, что сознательно отрицает и сознательно идут в тьму. Вот и все. Иисус разве не говорил такие предупреждения? Говорил, что когда вот именно он явится, будут отделены. И кто делал ближнему, делал мне. Уж понятно, что говорить о том, чтобы убили. Иисус позволил себе... Знаете, когда вот эту чушь несут по поводу, что Бог бережет свое слово, Иисус позволил людям и бесам и бесам людей вселившихся и просто злодеям люди бывают злые без всяких бесов, они сами как черти, позволил такой собой вытворять, явив, что абсолютная любовь. Что говорить о бумажках? Павел который проповедовал Евангелие как он сам выражался он видел Иисуса нет он слышал хоть одно его слово проповеди нет он проповедовал как он говорит Евангелие истинно и проповедовал правильно я верю в это потому что истина доступна каждому вот так вот надеюсь я вам сегодня показал очень удивительные вещи о том что человек есть человек и чтобы вы к Библии относились здраво очень здраво она написана людьми я заканчиваю последний раз этой же мысль чтобы она у вас осела переписана людьми то есть она когда писалась это 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 просто один человек со своей точки зрения на все это смотрел что-то вкладывал в уста Бога это человек ни одно писание не написано под диктовку Бога это человек описывал те события с Моисеем с Ильей с Даниилом это все кто-то потом собирал как-то пытался сложить что-то дописать если вам интересно то что я говорю я не какой-то там как еретик там да вы посмотрите даже на своих библистиков в каждой секте в богословских школах есть такой предмет и вы почитаете труды чему там учат даже эти же их преподаватели профессора богословия почему-то там они себе позволяют такие вольности о которых я сейчас говорю публично это конечно не уходит дальше семинарий но об этом набираются смелости иногда пишут сейчас конечно все и в youtube бывает просачивается но в основной массе раньше все это было внутри там люди выражают свои мысли пытаются выражать я не знаю насколько там все это душит да может быть это я что-то там видел некоторые вещи может еще бы хотели побольше кто-то писать но не мог себе позволить соответственно если человек сам прям изначально пишет он уже может написать что он хочет бог тут же не бьет себя по голове человек свободен творить зло свободен бог никогда не нарушает эту свободу никогда он может повлиять на тело может в крайних случаях это очень редко бывает в нашей жизни ни у Адама ни у Евы не отсохли руки перед убийством живого существа они убили сожжали и дальше еще в этом обвинили бога еще придумали свою религию в том что теперь это богу нужно мы такие хорошенькие мы богу в рай этих животных посылаем поэтому мы теперь будем убивать для бога ради бога богу это надо бога измазали во всей этой крови потом этому же блевотине это научили своих детей и пошло поехало и бог богу бог бог стучался в каждое сердце бог стучится тут же в сердце Каина который идет убивать Авеля но он не отрубает ему ноги он не падает бездыханно на него не наваливается слабость сонливость или вообще парализация ног и рук нет он убивает Авеля более того бог не позволяет кладет на Каина знамени чтобы никто этого не сделал потому что зло злом не побеждается вот это то что здесь написано это от бога решайте сами я вам скажу что все это человеческое все писания даже откровения они пропущены и которые до нас дошли даже история бога воплощения она до нас дошла через людей через сердца людей я не говорю что этот некий Иоанн который написал это откровение был абсолютным грешником нет возможно это был достаточно святой жизни человек но червоточники в его сердце сидели здесь чувствуется пророческий дух ветхого завета вот как ветхозаветные пророки еще не знавшие что бог есть любовь знают конечно все люди принять не хотят этого вот это чувствуется вообще такое ощущение что это книга до ветхозаветного сияния апостола в посланиях от того что они видели живого бога в плоти слышали его слова видели его поступки видно что они много чего не понимали это мягко скажем да вот так же точно что бы там не показывал бог этому Иоанну он все через себя пропускал это его сердце было это очень важно понять ну и надеюсь саму эту мысль вы увидели что действительно да бог будет воспитывать но кто это уже вырубит прочитайте еще раз после этого видео вот эти вот стихи внимательно почитайте и подумайте над ними что написано это всего с 18 по 18-19 стиха два стиха я говорил один ну да как говорил там несколько стихов всего два ладно не один два стиха получается действительно я бы правда лучше в один было объединить чтобы было проще ссылаться кто приложит то с ним будет но кто уже вырежет то что приложено все дадут отчет за свои злодеяния да и злодеяние разных людей по разному в жизни отражается ты можешь совершить маленький грех а можешь совершить такой грех который отразится на тысячелетия на миллионы душ да ты вкусишь этого потом обязательно мы все вкушаем свои и слава богу что этот это не божий закон это просто закон бытия бог такой есть жизнь это бумеранг это бумеранг воспитания бог не может себе отречься он есть то что есть и мы так воспитываемся да вот так вот так что бог то наложит с этим человеком пойдет урок воспитания жизни а кто уже изменит то что он натворил никто изменит бог мы в тех те те в ком бог вот таким вот живым словом да мы можем это исправлять в ветхом завете много зла было написано иисус спокойненько его интерпретировал и переворачивал все порой даже с головы на ноги вы помните это прекрасно да в ветхом завете не было на одном уровне любить бога и любить ближнего иисус даже когда ему цитировали эти места или он сам по их просьбе искушающий его цитировал он взял эти две заповеди сравнял сказал что любовь к богу любовь к ближнему это одно и то же любящий ближнего любит бога а ближний это любой человек на твоем пути жизни он рассказал об этом потом соответствующую притчу вот так вот я вам в этом уходящем году на новый следующий год желаю всего самого доброго желаю тем кто еще не познал истину ее познать через познание этой истины я вам обещаю я могу дать вам такое обещание через познание истины будет автологично если я буду говорить настоящей истины истины не всяких этих религиозных правд истины самая настоящая истина которая в любви свободе и бессмертие а любовь она в том чтобы поступать с окружающим тебя миром так как ты хочешь чтобы поступали с тобой через познание этого вы обретете полноту счастья небесного пребывания уже даже в небесном царством любви потому что она будет внутрь у вас есть и все это вас будет согревать радовать и веселить и естественно даже потом и там вечности ну и здесь уже обретете много мне на этом все мне кажется большего и пожелать вам и нечего пока-пока до встречи в новом 2021 году Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok